Итак, ребята, ну, то прошлое видео я не захотел удалять, очень хорошо, что там были ошибки, они помогут вам сосредоточиться. Как раз сейчас разберем этот момент. Я хочу, чтобы меня услышали, особенно тех, кто собирается изучать джанго. Ближайшие буквально уроки, это касается участников школы, мы сразу войдем очень хорошо в джанго, то есть напишем маленький сайтик, а потом будем разбираться. Но так как мы все равно с моделями будем разбираться, то я бы хотел, чтобы вы эти две вещи с нуль и в бланк разобрались сейчас. Ну и понятно, что вы на основе этого, я думаю, серьезно отнесетесь и к другим вещам, которые в модели. Поэтому давайте откроем наш Юпитер. Юпитер, вы помните, у меня сразу не запустился. Ну, это особенности VS Studio, тут надо было отдельно запустить, перезагрузить алиасы. Мы сейчас запустим... Я алиасом, который мы... Ой. Секундочку, сейчас я его передвину. Ну, прежде я дам несколько советов, потому что версия 3 работала у меня и так нормально, то есть мы устанавливаем джанго экстеншн, и как раз видим, что да, это работает. Так вот, создайте новый файл, при необходимости добавляйте импорт OS, импорт джанго. Если работает без этого, то убирайте, оно должно работать, по сути, без этого. Нечего лишнего плодить. И в Settings мы добавили вот эту вот настроечку. Я ее тоже убрал. Это если не работает, да, Юпитер с... Я укажу. Значит, почему... Можно просто проверить. Создать новый блокнот джанго шелп плюс. Далее... Просто-напросто сразу импортировать модели и проверить, будет исключение или нет. Если исключения не будет, то значит использовать, как положено, Extensions. То есть работает, да. Давайте попробуем, чтобы время не терять. Вот, вызвало исключение, да. То есть видим. Значит, тогда давайте попробуем сделать так. То есть сначала пробуем настроить вот эту настройку, да. И перезагрузить Юпитер. И запустить все, да. Перезагрузить и запустить все. Все. Значит, нам уже, по сути дела, лишние строчки. Импорт OS, импорт джанго, джанго сетап. Нам это не надо. То есть работает. Проверяем дальше, чтобы вывело поля. Все нормально. То есть это надо один раз проделать, потому что от версии к версии могут какие-то вещи меняться. Вообще. Ну, их много. Почему? Потому что я перезапускал, поэтому создавались записи, да. То есть вот этот момент уловили. Теперь я бы хотел, чтобы мы перешли в модели. Помните, в том видео я не хотел бы, чтобы вы делали ошибку. То есть вот мы видим текстовое поле. Ну, понимая, что за экран, за монитором могут сидеть совсем новички, давайте сейчас рассмотрим вообще, из чего состоят модели джанго. Чтобы вы поняли, что все постижимо. И я вас направлю, как правильно учить. Ну, а дальше хотите, приходите в школу. Итак, мы с вами рассмотрели, откуда импортируется в прошлом видео. Дальше. Модель, класс модель, да. Здесь у нас структура такая, очень простая. По сути дела, это класс Python. В школе мы с вами это изучаем. Кто плохо знает Python, то есть уроки. Мы начинаем с функции, то, что нам не надо в джанго, да. И работаем с несколькими языками. В общем-то, кому надо, тот посмотрит. Но архи важно понимать Python. Я почему и подвел сейчас к джанго. Сейчас дойдем до этого. Сначала давайте закончим с этим. Итак, если в джанго модель, еще называется ORM, да, обычный класс Python, значит, мы сразу понимаем, что она будет поддерживать методы. Иными словами, здесь указан метод STR, но методы у нас могут быть сколько угодно. Допустим, в Octave SMS вообще построено на одних методах. Там идет модель, и дальше все пишется именно в поле модели. Там нету заполнения представления. То есть, все на методах. Далее мы смотрим. Давайте посмотрим, как создаются поля. Сначала надо понять, что такое эти поля. Вы это знаете. Ну, давайте для примера. Вот, мы создавали поле. То есть, это вот такие вещи, которые вы видели. Возможно, в WordPress. Вот, допустим, заголовок. Это и есть поле Chart Fill. Малое текстовое поле. И далее уже другие поля. Абсолютно любые. Работа с картинками. Загрузка. И так, и прочее, и прочее, и прочее. Так вот, эти поля мы и создаем здесь. Поле, на самом деле, это экземпляр класса обычный. То есть, из чего оно состоит? Имя, да, которое мы придумаем сами. Которое соответствует нашему пониманию, как будет выглядеть та или иная страница. Допустим, это будет у нас заголовок Name. Далее идет, что это, так как это экземпляр класса, поэтому класс Models получает, как атрибут, поле. Сами поля уже есть в Django. И обратите внимание, вот сейчас, да, вот поехали мы. Chart Fill. Нам подсказывает, на самом деле, среда, что можно вообще у нас добавлять. То есть, дальше мы видим скобки, и это называется настройки полей. Они могут быть разные. Зачем они нужны? В данном случае в Chart Fill настройка Max Select, она ограничивает число вводимых символов. Но это вполне понятно, потому что заголовок не может быть там 2000 символов, правильно? То есть, поэтому, если там была фамилия, достаточно, наверное, в 100 символов было, если заголовок. Ну, в общем, это уже вы сами решаете. Настройки могут быть, например, чтобы не было повторяемости, да, чтобы было только, когда мы создаем категории, чтобы было только один экземпляр категории. А мы с вами как раз остановимся на настройках 0 и Blank. Ну, во-первых, чтобы нам было понятно, давайте каким-то образом увидим, что у нас вообще получается. Зайдем, иными словами, в админки. Мы запускали проект, запустим его сейчас, и войдем в панель администратора. Как мы видим, в панели администратора нет нашего приложения, которое мы с вами добавляли. Оно и понятно. Для того, чтобы добавить приложение, давайте вообще-то свернем и пробежимся коротко. Будем далее рассматривать подробно. Но сейчас давайте, когда мы создали проект. По сути дела, когда мы создали проект, который назывался Django 4, у нас создалась что? База данных, утилита менеджа пай, при помощи которой мы проводим разные действия миграции, то есть добавляем таблицы в базы данных. Вот мы создали, добавили, да, удаляем, и другие действия. Вот, это вторая папочка, вот эта папочка. Здесь мы наблюдаем следующие файлы. Основные, и нет, понятно, settings, то есть файл настроек. Разбирать будем чуть позже. Он у вас будет расти и расти. Это все, что применимо ко всему проекту. Файл URLs и файл в SGI, то есть запуск сервера. Дальше. Если мы посмотрим, то здесь у нас получается еще SGI. Сейчас мы не будем в этом разбираться, чтобы не путать вам мозги. Когда мы создали, свернем эту папку в наше первое приложение, мы получили папку migration, где проводятся миграции и сохраняется информация о... каждый раз, когда мы делаем новую миграцию, добавление либо удаление таблиц. И вот для того, чтобы было в админке видно, нам надо добавить, прописать в админ. Мы сейчас научимся. Дальше папка apps, мы ее никогда не трогаем. По сути дела, это для Django config file название приложения. Раньше не было, с версии, наверное, 2.2 начали делать. Файл модель, где мы написали. Файл тест для тестирования. Файл вив для представлений. Это все условно. Если бы мы захотели, то мы бы вообще создали один файл, и в нем весь сайт. Но это было бы неудобно. Почему мы могли бы так сделать? Потому что в Django имеет значение импорты. Ведь мы импортировать можем в любой файл. Но для того, чтобы было удобно, вот сделана определенная структура. Мы будем ее развивать. Дальше мы добавим сюда, позднее, допустим, папку templates. И пропишем потом в настройках папку. Можем в шаблоны добавить. Да, можем в шаблоны. Создать новую папку, папку static. Если нам понадобится. И в дальнейшем, когда нам надо будет, как я говорил, мы добавляли настройку static files.dears. Мы вот эту папку static. Сейчас мы ее немножко неправильно прописали. Конечно, надо было бы по-другому. Ну, неправильно почему? Потому что мы ее не найдем в папке static. А чтобы найти, надо что сделать? Всегда перед этим помещать папку на знание нашего приложения. Иными словами, делать так. Вот эту папку мы удаляем. сюда добавляем сюда добавляем папку help text. help text надо переименовать, я неправильно сделал. help text Дальше, уже в этой папке мы создаем директории для шаблонов и можем уже создать папку static. Тогда мы укажем путь в настройках. То есть, наш проект templates. А вот эта сама папочка help test она как раз таки и будет здесь в статике. И мы ее прочитаем. А представьте, если бы мы эту папку не сделали, тогда здесь бы был файл static. Хорошо. Вы создадите в одном приложении static, в втором, во-первых, будет путаница. Но когда мы видим здесь в статике название приложения, мы четко понимаем, открываем, что статические файлы будут относиться именно к этому. Второй момент, так делать нужно. Обязательно добавлять папку, уже называйте как хотите, но логически называть как само приложение, чтобы было понятно, не было путаницы. Тогда никогда не будет пересечений. Это правильно, это грамотно, это так надо делать. Ладненько. Давайте, у нас мало времени. Итак, наше дело разобрать еще много материала. Давайте мы в админку в большинстве случаев как используют по умолчанию здесь есть уже импорт. Обычно используют админ сайты регистр и пишут название. Это вы увидите везде, я так не люблю и даже показывать не буду. Покажу вам немножко другой вариант. Во-первых, нам надо импортировать сначала модель. Для того, чтобы импортировать, нам надо ее именно импортировать. поэтому from мы вы с импортами играетесь. From models сейчас мы можем получить исключение. Я просто говорю импорт блок не получили. Потому что мы в директории и благодаря тому, что у нас прописано базы DIR. То есть где хранятся файлы относительно чего. Мы даже можем это проверить. Так. Сейчас Shell Shell плюс. Не помню, как вызывать уже. сделаем по-другому. Так. Патч если не все правильно. У нас директория файл парент поэтому сначала попробуем вот так. Теперь попробуем вот так. Угу. Файл. все. Не буду сейчас заморачиваться. Это уже долгая история. Это я рассказывал при тестах. Как проверять. Поэтому извиняйте. Не будем отвлекаться. Я поехали дальше. Когда мы импортировали с импортами будем тоже разбираться. Почему? Потому что импортируется по-разному. Но это отдельная тема. Пока просто взяли и импортировали. Теперь давайте попробуем записать очень короткую запись. при помощи декоратора. Просто админ регистр и название модели. У нас модель блок. Дальше мы создаем класс. Класс который называем как правило название нашего класса который мы импортировали плюс админ. Ну иными словами блок админ. Так просто принято. И вот здесь у нас стоит уже импорт поэтому нам надо указать модель которая работает с админ. админ модель админ. Далее если мы таким образом оставим то в принципе открывая приложение тут не будет никаких полей поэтому нам надо прописать какие поля показывать это очень удобно. Для этого есть специальные методы list display то есть list display из названия понятно что это список и в списке так как у нас два поля мы смотрим так 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 как у нас два поля а мы сделаем сейчас вот так models а здесь админ у нас два поля name и tags поэтому мы укажем поле name чтобы она отображалась вот принципе и все дальше нам надо перезапустить среду разработки и открыть после этого после этого у нас сейчас секунду пока она или мы что-то не не доделали не 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 а вот похоже что мы получили исключение это очень хорошо нет у нас все работает смотрим так нет не работает тогда мы уберем да и запустим по-новому чтобы получить исключение но наконец-то после нескольких вещей я добился того что она не запустилась все-таки у нас не может запуститься сервер и в принципе причинам не понятно да мы блок вроде бы импортировали но как работать с моделями мы не знаем поэтому что нам надо сделать сейчас нам надо сначала давайте попробуем сделать таким образом значит это вот по чарам скорее всего так бы нашло в в студии не всегда находит да тут есть какие-то особенность как настроить грубо говоря я на этом не заморачиваясь поэтому я напишу полный импорт что было понятно то есть я пишу наше приложение help тест далее пишу файл модель из нее импорт блок теперь я пробую запустить и сервер запустился да то есть больше не ничего не понадобилось я вижу что он запустился все нормально теперь я могу перезагрузить и вижу блок и если открою то чтобы там игрался я с базами данных я вижу эти все базы и везде поле name она есть то есть вот наши поля а вот текстовое поле но по сути дело мы шли к тому чтобы рассмотреть две вещи мы сейчас эту запись скорее всего не сохраним давайте попробуем да действительно не сохраним поэтому грубо говоря ноутбук ноутбук до юпитер он работает в данном случае как бы минуя админку напрямую с базой а если в базе то давайте открывать модели понимать чем суть есть открываем нашу модель когда у нас здесь ничего нету значит по сути дела рассматривается что запись обязательно иными словами мы с вами записывали бланк равно истина да значит по умолчанию стоит бланк фалс это тоже самое просто она здесь не прописано иными словами может запись быть пустой или нет если мы поставим бланк с этим у нас будет понятно бланк равно истина дальше допустим миграции и и обновим то теперь мы сможем сохранить обновим и теперь мы сможем сохранить потому что наша запись может быть пустой с этим мы разобрались то есть что такое настройки полей вы поняли более нам интересна стройка это нуль например вот надо отключать здесь сильно она резвая не успеешь написать она уже нуля равна нуль равно истина давайте откроем джанго первое правило которое вам сейчас надо запомнить что что чтобы все все что вы пишете в джанго надо обязательно ходить документации это делают единицы но те кто делает у тех и получается так ну с модели мы немножко разобрались давайте модели они не меняются то есть там могут добавляться поля ну что версии 2 что версии 3 что версии 4 принцип работы то есть полей он одинаковый они могут добавляться поэтому можно читать абсолютно любую версию дав более новых был могут какие-то методы добраться нам сейчас новые методы не надо мы открываем любую попавшись которая сейчас 32 вы уже возможно открывает 4 2 это будет все одинаково это будет все одинаково берем типы полей сейчас я вам даю сразу домашнее задание в чем оно заключаться оно будет несложное первое в чем будет заключаться ваше ваше задача просмотреть все типы полей и находить где есть описание описание либо указано 0 равно истина я же сейчас хочу чтобы вы запомнили хотя бы самое простое то что можно запомнить вот смотрите в текстовом поле давайте вообще то разберемся что это такое 0 истина почему потому что сейчас вот не зря я там просто я игрался в том видео допустил ошибку вы не обратили внимание когда смотришь вот таких вот запись ктовое поле и бланк истина 0 истина много скажите пожалуйста вы дома пылесос на стенку вешаете около картины нет ну представьте что вы приходите домой и вам супруг там или родители кто говорит слушай прибей ко мне гвоздик около картины я туда пылесос повешу вы так делаете нет это дурной тон вот это то же самое текстовое поле не заполняется где 0 заполняется запомните числа и картинки вот то что связано с числами картинками там всегда либо может заполняться булевы значения по сути дела сейчас мы это найдем в Жанга давайте посмотрим наберем зачем в базе данных 0 создается таблица в базе данных вот такого формата 0 смотрите 0 введено для того чтобы различать в полях базы данных пустые визуальные неотображаемые значения например строку нулевой длины или отсутствующие значения когда в поле не записано вообще никакого значения даже пустого 0 означает неизвестность информации ну я сейчас поясню что это такое нулевой длины вот тут с этим нулем как раз то в Жанга начинается проблема с MySQL почему потому что много она это не умеет делать поэтому рекомендую вот когда мы выбираем часовые пояса все понимали пример у человека не выбран часовой поле пояс да то есть в таблице стоит нуль да хотя он может выбрать свой часовой пояс то есть ставится которая в принципе заменяет как бы значение значение нет но нуль есть и таблица говорит о том что неизвестной информации но ошибку я не выдам тогда мы возвращаемся к текстовому полю и скажите а какое в текстовом поле где пишутся символы может быть неизвестное значение там не может быть поэтому так писать это глупо да вот как я вам сказал с текстовыми например неизвестен размер картинки там может быть нуль поля да там неизвестен размер картинки в текстовых полях все известно здесь это не подходит я хочу чтоб вы запомнили и не писали потому что если вы пойдете устраиваться на работу и напишите такую строку то в принципе тот кто соображает джанга подумал подумает что ну грубо говоря человек не разбирался досконально это очень плохо это дурной тон а как новички они увидели и списывают а я хочу чтоб вы соображали поэтому берете выполняете во первых дочитаете про нуль да про таблицы во вторых открываете поля и считываете конкретную информацию сейчас ваша задача посмотреть и поискать а где действительно указывается нуль ну давайте мы с вами сейчас кое-что проделаем сейчас я поля у нас здесь даты да да в датах есть неизвестно нуль то есть логически включайте мозг после этого сможете вот допустим смотрите что надо понимать вот у нас поля вот мы считаем класс email fill то есть поле email а далее как разбирать документацию тут пишется а обязательно если указ в первый параметр он обязательный но мы с вами изучали self-классы то есть кто в школе тот понимает что по первый параметр то есть далее звездочка и опции да арт кварц мы тоже с вами изучали но по сути дела домашнее задание когда две звездочки кто не знает смотрите две звездочки одна звездочка это сейчас не буду это в школе поехали дальше вам же сейчас домашнее задание искать именно нуль потом вы к другим настройкам думаю отнесетесь серьезно поэтому когда мы начинаем на самом деле проматывать документацию по полям и обращать внимание на что-то одно почему потому что люди не умеют читать документацию а ведь все просто все просто поэтому надо находить и сейчас просто давайте я сразу промотаю куда надо давайте я сейчас промотаю куда надо сейчас я остановлю чтоб все не мотать вы уже будете мотать потихонечку и рассматривать вы посмотрите на самом деле вот мы смотрим мы не дошли один ко многим да и мы видим что здесь бланк true ноль true да иными словами бланк и нуль истина true да почему здесь нужно вот это значение рассуждаем рассуждаем логически многие к одному есть у нас пользователь Вася он загрудил пять картинок это Васины картинки правильно если допустим заходит заходит другой пользователь так сейчас объясню сейчас сейчас подумаю как нет по другому примерно скажу что было более понятней у нас есть пользователь Вася который загрузил картинки мы создали раздел категории в данном случае в данном случае в данном раздел категории относится к картинкам где есть и Васины картинки но модератор раздела неизвестен вот там может стоять нуль то есть таблица относится к чему-то а вот кто будет ее модерировать неизвестно начинаете потихоньку соображать я так понимаю да в общем то так все сказал что дал домашнее задание просматривайте все таблицы попытайтесь найти объяснение нули здесь есть еще кое-что теперь давайте посмотрим что это такое оно идет в начале в начале перед полями идет идут методы то есть опции полей вот они и здесь мы видим опцию нуль то есть то что мы с вами и прочитали сохраняет пустые значения как нуль базы данных по дефолту то есть по умолчанию является фалс да теперь дальше то что я вам говорил теперь читаем избегайте использования нуль на строковых полях char field text и text field и объясняется почему почему если строковое поле имеет нуль истинно это означает что у него есть два возможных значения нет данных и пустая строка иными словами мы вносим путаницу для джанга почему они это описывают смотрите вот здесь написано можно сохранять пустым пустая строка второе и нуль значения здесь это не нужно потому что текстовое поле оно никоим образом не связано просто хочу от вас достичь одного не пишите так не надо дурной тон так поехали дальше объяснение читать в большинстве случаев два джанга это проглатывает ребят они поняли что программист будет писать как угодно но только не так как надо в большинстве своем поэтому в принципе джанга справляется в большинстве случаев два возможных значения излишни нет и соглашение иными словами излишне использовать пустое значение и пустую строку надо что-то одно есть одно исключение поле чарльз филл имеет вот здесь уникальное иными словами то что я говорил когда мы создаем например категории мы в настройках добавляем вот такую строку то есть теперь уже мы не сможем ввести одинаковую категорию чтобы они не были идентичны нам просто напишет жанга что такая категория уже существует вот то есть вот сейчас я хочу чтобы вы запомнили только вот эту одну вещь касаемо то есть запомнили сейчас вынести для себя для полей чарльз филл то есть где заголовки пишутся тихтовые поля не используется нуль есть здесь одно только исключение когда в поле чарльз филл в поле чарльз филл если бы у нас была такая вещь например я говорю к примеру сейчас это не будет правильно звучать так ну категория мы здесь ну вот тут бы как раз не хочу писать новый класс поэтому если бы мы использовали например категорию модель чартфилл а не надо нам вот у нас name да было бы чарт чартфилл и нам обязательно надо было бы тот случай когда это поле было бы уникальным то есть уникальное равно истина иными словами такое же название вот сейчас мы посмотрим мы не сможем ввести в данном случае как они описывают что бланк равно истина то есть 0 нужно это единственное исключение я бы хотел чтобы вы это запомнили именно сейчас даже если вы аэээээээээ ему еще не совсем поняли но думаю что вы с этим разберетесь мы с вами разберемся итак читаем 1 исключение когда чартфилл имеет оба уникальна истина а также возможность пуск опубликовать пустую пустое название установлены в этой ситуации 0 истина требуется чтобы избежать уникального чтобы избежать иными словами вам просто запомнить вам давайте мы вот так лучше сделаем английский теперь нам понятен текста чтобы чтобы избежать ошибки когда мы сохраняем несколько пустых значений это единственный случай дальше джанго разработчики позаботиться они пишут если у нас даже стоит 0 да и бланк то джанго будет ориентироваться на бланк поэтому понятно разработчики поняли что то есть джанго разработчики поняли что программисты все равно будут тупить поэтому они об этом позаботились ребята смотрите вот таком уровне хотя бы вы должны разбираться я надеюсь что из этого урока вы вынесли да что в джанго нет ничего сложного но давайте еще раз посмотрим все просто разбираясь поле что оно делает что на собой представляет малое текстовое поле текстовое поле там для email а оно и так видно второе это настройки настройки которые мы определяем поведение полей иными словами это определенные методы да в данном случае как мы с вами говорили есть три застройки настройки типов полей это ограничение длины это уникальность это дурь давайте теперь попробуем провести миграции а у нас уже вышло мы не можем нифига сохранить правильно почему потому что если мы открываем сейчас наш сайт а я тут на чудотворил очень много одинаковых то мы его просто джанго даже не может обработать мы конечно могли бы это исключить но на самом деле в данном случае нам наверное ничего не поможет хотя попробуем чего-то изменить попробуем удалить миграции чтобы джанго просто по крайней мере не знал вот обмануть его попробовать не знаю поможет это или нет и перезапустить сервер но я думаю что это не поможет скорее всего а может быть поможет ну помогло до джанго просто не знает и заходим сюда сейчас конечно так не надо делать что куча записи одной и той же теперь мы пробуем до сохранить и получаем исключение плисы введите пожалуйста он уже существует если мы он опять ведем то в принципе мы можем сохранить все просто все логически в джанго теперь повторяю домашнее задание мы будем конечно разбираться но все равно с моделями вы будете разбираться с моделями вы разбираться будете посему как я говорил сейчас домашнее задание номер один прочитать все поля и посмотреть там должны быть объяснение да при использовании нуль истина то 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 просто не надо разбираться пока возможно не разберетесь но вы заострите внимание что на это надо обращать внимание второй момент на другой не смотрите только с этой позиции второе почитайте про как мы говорили в документации про сам нуль еще раз да переосмыслите третье третье видите сколько мелочей ведь это все пропускает но это все с годами конечно новичок который читает книгу в книге это никто не напишет это одна строчка прочитал и пропустил на это должен преподаватель обращать внимание далее наберите нуль базе данных и разберись набирайте разные базы посмотрите то есть иными словами почитайте про него чтобы накопить немножко информации я надеюсь и уверен и следуйте мою моему совету следующему который я уже говорил к другим настройках мы будем рассматривать я надеюсь вы отнесетесь что-то непонятное сказал все просто согласитесь просто надо один раз рассказать здесь все просто в джанго ладно далее потому что уроки будут уже только здесь был на сайте на ютюбе будут только обзоры уроки будут платные все до свидания спасибо все получится кто хочет писать тут будет писать проблем здесь не вижу